Всем привет, это Камила. Наконец-таки у меня появилось свободное время, именно поэтому я снимаю второе видео за один день. Итак, в этом ролике хочу рассказать вам о моих последних любимчиках. Так как я не снимаю сейчас видео о пустых баночках, и мне не хочется снимать очень длинные видео о покупках, у меня появляется очень много продуктов, о которых я вам хочу рассказать, которые мне нравятся. Именно для этого я делаю подобные выпуски, скажем так, фавориты и любимчики, где я хочу рассказать вам о моих последних находках из косметики или ухода. Так, давайте же начнем. Первое средство, о котором я просто не могу вам не рассказать, очень актуальное, кстати говоря, в холодный зимний период, это вот такие вот абсолютно бюджетные бальзамчики от фирмы Valis, продаются в аптеках. Я лично покупала в аптеках опять, но видела их очень во многих местах. Так, стоит 65 рублей, масса вкусов и ароматов у них есть. Конкретно сейчас у меня с малиной, сохранила для вас упаковку, потому что покупала недавно. У меня их сейчас, наверное, штуки 4, они у меня находятся в разных куртках, сумках и так далее, потому что сейчас холодно, я постоянно мажу себе на губы. Надо мной уже смеются мои подружки, потому что я постоянно мажу себе этот бальзам. Но он действительно очень классный, прекрасно восстанавливает губки, заживляет их, очень хорошо увлажняют, на холод, на ветер, очень классно подходит, стоит недорого. Приятно, кстати, очень говоря, пахнут. Они имеют разные цвета, конкретно с малиной вот такой ярко-розовый, но по сути они прозрачные. Если только наносить их в нескольких слоев, возможно, немного будет проглядывать такой розоватый оттенок. Очень нравятся девочки, прям просто суть. Следующее средство, покупаю я, наверное, его уже сотый раз, это вот такой вот карандашик Mad Response, маскирующее средство из аптеки 36,6. Это собственная линия этой аптеки, и мне очень нравится это средство. Стоит порядка 130 рублей, вот так вот выглядит упаковочка. Покупала себе на днях новый стик, потому что прошлый закончился. Что могу сказать? У него хорошее покрытие, он хорошо выглядит на лице, то есть он не подчеркивает какие-то шелушения, не выглядит как будто бы у вас тон на штукатурке на лице. То есть выглядит все, естественно, и натурально. Но он представлен всего в одном оттенке, он достаточно темный и рыжий, поэтому многим он может не подойти. Так как я достаточно смуглая, он мне очень хорошо подходит. И также хочу сказать, что он не очень стойкий, его нужно обновлять периодически, наверное, каждые 2 часа, и возможности перепудривать, потому что он сползает. Но в целом это средство мне очень нравится, по крайней мере сейчас лучшего я не нашла. Хотя недавно я покупала целую кучу маскирующих карандашей, наверное, вы уже знаете об этом из моего прошлого видео о покупках. И мне очень понравилось вот такое средство от Ardeco. Я просто была без ума и была безумно счастлива, что я нашла наконец-таки свой идеал. Но, огромное но, он ужасно влияет на мое лицо, на мою кожу. Сейчас у меня по всему лицу какие-то закрытые комедоны, которые очень тяжело вывести. У меня в номере 5. Напишите, пожалуйста, в комментариях, была ли у вас подобная реакция на этот продукт. Мне будет очень интересно об этом почитать. Появляются у меня прыщики в совершенно неожиданных местах, где раньше этого не было. Например, на щеках, вот здесь, вот у меня никогда не появлялись прыщики. Но сейчас, после этого продукта, у меня почему-то вот эти закрытые комедоны по всему лицу. В общем-то, да, поэтому решила вернуться обратно к своему любимчику. Сейчас для меня мастхевным средством является вот такая замечательная маска. Не ожидала такого прекрасного качества от столь бюджетного средства. Это маска 100 рецептов красоты, очищающая с антибактериальным эффектом. Много хорошего читала и на косметисте, и на ютубе, и так далее. Она идет с лимонным соком, овсяными хлопьями и белой глиной. Очень понравилось. Стоит где-то, наверное, рублей 50-60. Но качество замечательное. Немножечко сужает поры, выравнивает цвет лица, борется с какими-то мелкими воспалениями, подсушивая их. Классное средство. И к тому же приятно пахнет лимончиком. В общем-то, девчонки, я думаю, вы не пожалеете. Стоит всего 50-60 рублей, но качество просто. Как я уже сказала, сейчас мое лицо не в самом лучшем состоянии, поэтому я полностью поменяла свой уход и перешла на фирму La Roche-Posay за исключением умывалки. Умывалку у меня сейчас покажу вам. Вот такая вот от корейской фирмы Etude House. Очень-очень нравится. Но в остальном средства от прыщей, заживляющие продукты, увлажняющий крем, тоники и снятие макияжа у меня все от La Roche-Posay. Могу выделить вот такой вот крем Effaclar H. Я пробовала несколько кремов от La Roche-Posay, но этот нравится больше всего. Дело в том, что кожа была очень сухая после использования различных салицилок и так далее, чтобы подсушить прыщики. И вот это средство я выбрала. Успокаивающее, увлажняющее средство для проблемной кожи. Очень-очень нравится девочке. Просто супер. На раздраженное лицо наношу, никакого пощипывания нет. Очень приятно пахнет, как все кремы La Roche-Posay. Прекрасно увлажняет кожу и хорошая консистенция. Он замечательно увлажняет лицо. То есть я уверена, что он мне подойдет даже на зиму, когда мое лицо просто ужасно шелушится и так далее. Супер средство тоже очень советую. Буду покупать еще. Уверена, что подойдет также и для сухой проблемной кожи, потому что, еще раз повторюсь, очень классное увлажнение. При этом немного заживляет какие-то воспаления. Уже очень долгое время хочу рассказать вам о вот таком замечательном средстве. Это Paint Pot от MAC. Кремовые тени, знаменитые. Пользуюсь ими, наверное, уже полгода, но все постоянно забываю о них рассказать. У меня в оттенке Bare Study. Очень мне нравится. Это такой полупрозрачный перламутровый оттенок шампанского. Очень красиво выглядит на глазах. Конечно же, поближе вам покажу со сводчами и так далее. Когда у меня нет времени, а хочется, чтобы глазки выглядели свежими, просто беру этот Paint Pot Bare Study, наношу на глазки, дальше туши-завивалка и я готова. Очень нравится результат. И также хочу сказать, что это очень разумное увлажнение, потому что Paint Pot хватает, мне кажется, на всю жизнь. Пользуюсь уже полгода практически каждый день, ну, по крайней мере, очень часто, а у меня израсходовано совсем немного. Так, это и были мои фавориты. Пишите ваши вопросы и комментарии внизу. Подписывайтесь на мой канал и подписывайтесь на меня на Инстаграме. Вот здесь вот я напишу никнейм. Всем спасибо за просмотр. Желаю вам удачи и прекрасного дня. Субтитры подогнал «Симон»!